Это не политика, это именно неприятие на христианском уровне. Не должна проливаться человеческая кровь, как бы это ни было, чем бы это ни оправдывалось, какими бы словами ни оправдывалось. Был такой забавный момент, когда они там говорят, вот мы же к вам даже вот из Красного приезжают люди, что мы там приезжаем, чтобы у вас церковь крестить, у вас же такой храм, это вот в нас что пойдешь, у нас там все за деньги, все как бы вот про деньги. Я говорю, вам не кажется, что одно с другим связано? Короче, кто здесь живет, четверых собрали, нас и на суд повезли, как свидетелей. Мне кажется, любой священник должен такую позицию держать, антивоенную. Просили в зала, мы стоим, выжило, участков, вы что, мол, два дебила, не могли батюшку там это загрузить. У меня в челюсть отвисла тобой, да, вот тебе, блин. Первый иерарх любой церкви должен всегда, каждый день призывать к миру, а не к войне. Ну и поскольку вы возглавляете, Владимир Васильевич, Росгвардию, то я хотел бы, чтобы этот образ именно был в рядах Росгвардии Российской Федерации. Русская православная церковь в ее нынешнем состоянии была создана Иосифом Исарионовичем Сталиным в сентябре 1943 года. Это была карманная сталинская церковь, филиал Агитпропа. Таковой она остается и сегодня. Человек предстает уже как законченная личность. Если он вышел там на митинг, если он сказал что-то против, если он наоборот одобрил, да, если он поддержал, то есть что бы ни сделал человек. Если он промолчал, да, он как бы никак не отреагировал, он ответил. Это не имеет значения, что конкретно, да, это всегда есть его раскрытие как личности. Я полагаю, что жизнь человека, как бы, да, вот она и есть некая цепочка выборов, которую человек делает, в которой человек открывает себя и представая пред Богом, да, тут последний момент, когда жизнь человека заканчивается. Спасибо. Спасибо.